Америка передаст в Украине кассетные боеприпасы, запрещенные более чем в 100 странах. Соединенные Штаты Америки признают, что применение кассетных снарядов в Украине несет риски для мирного населения, но Белый дом получил от Киева письменные гарантии, что кассетные боеприпасы будут применяться с осторожностью. Между тем, издание Washington Post пишет, что Соединенные Штаты Америки нарушили закон, отправив кассетные снаряды и ракеты в Украину. Поскольку эти боеприпасы не просто убивают все живое вокруг, они также оставляют множество неразорвавшихся мини-снарядов, которые еще много лет будут убивать людей. А бывший начальник генштаба сухопутных войск Великобритании лорд Ричард Данат заявил, что американские власти рискуют спровоцировать раскол среди членов НАТО. Ну, собственно говоря, раскол уже произошел. Насколько мне известно, Великобритания, Италия, Испания выступили против поставок кассетных снарядов и боеприпасов в Украину. Ну, вообще, впервые, если я не ошибаюсь, кассетные боеприпасы широко начали применяться во время Вьетнамской войны с середины 60-х до середины 70-х годов, когда Соединенные Штаты Америки вели очень большую войну. В Вьетнаме там, кроме кассетных бомб, напалом применялся. Вообще, до сих пор половина Вьетнама страдает последствами той войны 50-летней давности. Смотрите, с точки зрения права, никакого нарушения закона со стороны Соединенных Штатов Америки, Украины и России нет. Знаете, почему? Очень просто. 123 страны в 2008, по-моему, году подписали конвенцию о запрете использования кассетных боеприпасов и отказались подписывать в первую очередь Соединенные Штаты Америки, потому что эта страна является крупным производителем. Именно кассетного оружия отказалась Российская Федерация, потому что Украина обвиняет Россию, что, например, при штурме Мариуполя широко применялись кассетные бомбы. И сама Украина, как ни странно, тоже в 2008 году отказалась подписывать. Я не думаю, что в 2008 году уже планировалась какая-то война, но я вот просто констатирую факты. Поэтому с этой точки зрения применение кассетных боеприпасов украинскими вооруженными силами, безусловно, дает им какие-то шансы для прорыва в этом контрнаступлении, о котором так много говорят. Это достаточно эффективное оружие. Но вопрос заключается в другом. Насколько быстро, эффективно, точечно и в срок будут поставлены эти кассетные боеприпасы. Я думаю, российская разведка все это отслеживает. Вполне возможно, они будут уничтожаться еще до того, как поступят на линию фронта. Ну, поживем, увидим. Во всяком случае, очевидно, что эскалация войны после поставок этих боеприпасов, она еще более усилится. Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что Россия имеет право ударить по украинским атомным электростанциям и ядерным объектам Восточной Европы. Такие выводы российский политик сделал после распространения информации о том, что ВСУ попытались атаковать Смоленскую АЭС. Тут уже нечего стесняться, заявил Медведев. Да, собственно говоря, здесь комментировать особенно нечего, потому что если удар ракетный придется по Смоленско-атомной электростанции, Смоленску очень близко к Москве, то ответ последует незамедлительно со стороны Российской Федерации. И дело даже не в ядерной доктрине Российской Федерации, где четко прописано любое военное нападение на критическую инфраструктуру и вообще на Россию как таковую, да, дает право ракетно-ядерной державе, которой является Российская Федерация, нанести ответный удар. Из Турции в Украину вернулись пять командиров батальона «Азов». Они уже заявили, что хотят пойти на фронт. Командиры из «Азов-стали» пробыли в Российском плену несколько месяцев. В сентябре 2022 года их обменяли на украинского политика Виктора Медведчука. Украинские военные находились в Турции под личной протекцией президента Эрдогана, как это предусматривали условия обмена. Сообщалось, что они не будут возвращаться домой до завершения войны. В связи с их возвращением в Украину Россия заявила о нарушении договоренностей. Между тем, сам Эрдоган недавно заявил, что Турция выступает за скорейшее прекращение войны и поддерживает целостность Украины. Собственно говоря, тут особенно нечего комментировать. Ну, нарушили договоренность. Пять командиров батальона «Азов» снова пойдут на фронт. Не бог весь какая информация. Меня больше всего заинтересовала здесь позиция Эрдогана, который дает четкий сигнал, что они поддерживают полностью территориальную целостность Украины. И здесь, естественно, возникает вопрос, а какова позиция Казахстана? Ведь очень многие задают вопрос и мне, и другим политическим обозревателям и экспертам. Я выскажу свое мнение. Смотрите, в 2014 году, когда Крым вошел фактически в состав Российской Федерации, я говорю фактически, потому что де-факто он вошел, а до июра всего 7 или 8 стран признали. Казахстан уже 9 лет. Официально мы не признаем, что Крым является неразрывной составной частью России. А на Санкт-Петербургском экономическом форуме сравнительно недавно президент Тукаев недвусмысленно высказал свою позицию, что Казахстан никогда не признает вот эти квази-государственные объединения ДНР и ЛНР. То есть вот эти территориальные приобретения. То есть это дорогого стоит, потому что все-таки Россия – это главный стратегический партнер. Мы почти 8 тысяч километров границ с ними имеем и достаточно большой торговый оборот с этой страной. Поэтому это наш союзник, и не только по ОДКБ, и Евразийскому союзу. Тем не менее, позиция Казахстана, она достаточно ясная. Миролюбивые и другие шаги главы государства Республики Казахстан, они как раз идут в этом направлении. Турецкий президент попросил дать четкий и решительный сигнал о поддержке вступления Турции в Европейский Союз. Эрдоган созвонился с президентом США и сообщил Байдену о своем желании оживить этот процесс. Вообще здорово действует президент Эрдоган, просто великолепно. Он увязывает сейчас вот этот вопрос вступления Швеции в НАТО вопросом вступления Турции в Европейский Союз. Это очень сильный, на мой взгляд, шаг. Все-таки он очень, конечно, опытный политик. И хотя он победил с небольшим таким перевесом, что явилось неожиданностью для сторонников Эрдогана, все-таки, если сравнить предыдущие президентские выборы и нынешние, то очень сильно потерял Эрдоган. Тем не менее, в этой ситуации, когда в стране достаточно непросто, инфляция зашкаливает, и страна фактически в электоральном плане расколота, он делает такие нетривиальные ходы и достаточно сильные. Владимир Зеленский прокомментировал заявление Дональда Трампа о том, что тот сможет закончить войну в течение суток, если вновь станет президентом США. Трамп свое время уже имел эти 24 часа, но у него, наверное, были какие-то другие приоритеты. Если мы говорим о том, чтобы закончить войну ценой Украины, то есть заставить нас отказаться от наших территорий, думаю, что таким образом Байден мог бы закончить ее даже через 5 минут. Но мы бы не согласились, сказал Зеленский. А вот что написал обозреватель британской газеты Guardian Simon Tisdall. В случае провала контрнаступления вооруженных сил Украины Владимиру Зеленскому придется вступить в переговоры и обменять, ну, обменять кавычках, территории на мир. Любая попытка президента Украины Владимира Зеленского пойти на какой-то переговорный процесс будет означать следующее. Через 5 минут он перестанет быть главой государства. Почему? Потому что надо констатировать факт, что сейчас украинская государственная политическая элита, она монолитна. И при такой тотальной поддержке США и коллективного Запада в коалицию уже 52 страны входят, да? Перманентная поставка оружия, да, они, конечно, вне всякого сомнения, сплотили украинскую государственную политическую элиту. И Зеленский, как главный носитель власти, он выражает не только свое мнение в данном случае. Антироссийские санкции оказывают негативное влияние на греческую экономику, рассказал председатель Банка Греции, экс-министр финансов страны Янис Стурнарас. Ранее президент Финляндии Саули Ниисте сообщил, что республика является одной из немногих западных стран, чьи компании в полном составе ушли из России. Этот шаг, заметил президент, должен был нанести ущерб российской экономике. Фактически же он оказался совершенно бесполезен. Он пояснил, что неудача санкционной политики европейских стран была вызвана тем, что многие государства продолжили торговлю с Москвой. Между тем, канцлер Германии Олаф Шольц поддержал поправки к бюджету страны на 2024 год. Они предусматривают сокращение выплат семьям с двумя и более детьми на фоне роста оборонных расходов. Все закономерно. И причем это впервые, на мой взгляд, за последние полвека происходит в Германии одной из самых развитых экономик в мире, одной из самых развитых стран мира по качеству и уровню. Я имею в виду в жизни. И вот смотрите, социальная политика начинает проседать в Германии. Мы помните, в предпоследней или в последней передаче говорили о том, что впервые за долгие годы, ну, пожалуй, с 1991 года, когда Германия объединилась, достаточно сложно было, потому что гигантские ассигнования были. Вынуждены центральное правительство Германии влить в Восточную Германию, в бывшую Германскую Демократическую Республику. Вот впервые за 30 с лишним лет Германия, ну, уровень социальной политики начинает существенно снижать. Мы уже неоднократно в своих передачах говорили о том, что санкции – это оружие обоюдоострое. Помните, Владимир Путин год или два назад, он сказал, что Россия всегда так или иначе жила под санкциями. Он имеет в виду и Советский Союз подвергался определенному санкционному давлению. Удивительно, когда я посмотрел, проводил анализ двухсторонних отношений России, допустим, с Китайской Народной Республикой или с Индией, да, очень значительно объем торговли вырос. Китай и Индия – это свыше трех миллиардов населения, это очень крупные экономики, и они активно продолжают торговать с Российской Федерацией. И вот это вот объединение БРИКС, да, куда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южноафриканская Республика, другие страны, ну, десятка-два стран хотят войти тоже в БРИКС, да. Ну, набирает все обороты. Поэтому санкционная политика, она, с одной стороны, провалилась, но нельзя говорить о том, что экономика Российской Федерации чувствует себя просто замечательно, прекрасно. Конечно, в России тоже есть большие проблемы, а самое главное, неэффективность еще сказывается в том, мы много примеров приводили в предыдущих передачах, что санкции очень многие частные фирмы во многих странах мира так или иначе обходят. А китайский юань может стать конкурентом американскому доллару в качестве мировой резервной валюты. Об этом рассказали на официальном форуме валютно-финансовых институтов. Эксперты ожидают, что китайская валюта через 10 лет составит 6% всех мировых резервов. На сегодня этот показатель составляет 3%. Ну, что можно сказать? Пожалуй, главный вывод такой. До 2050 года, несмотря на гигантский внешний долг Соединенных Штатов Америки, американский доллар является, ну, скажем так, резервной валютой номер один. Это вне всякого сомнения. Почему? Потому что 6% к 2030 году или к началу 30-х годов, да? Ну, это много. Это много. Ну, два раза за 10 лет Китай увеличит значимость юаня. Но по-прежнему значительно будет уступать доллару. Пекин всерьез задумался, как ограничить американское влияние в Азии. Он призвал Японию и Южную Корею развивать стратегическую автономию в отношениях с США и укреплять сотрудничество с Китаем для возрождения Азии. Об этом заявил глава дипломатического ведомства Компартии КНР Ван И. По словам дипломата, большинство американцев и европейцев не способны отличить Китай, Японию и Южную Корею. Сколько бы вы ни осветляли волосы, ни переделывали носы, вы никогда не сможете стать европейцами или американцами. Мы должны знать, где наши корни, сказал глава внешнеполитического ведомства Поднебесной. Вообще удивительные рассуждения для дипломата, для руководителя внешнеполитического ведомства Министерства иностранных дел Китая. Знаете, почему удивительные? Потому что нечто подобное говорили японцы в период Второй мировой войны. Если в Европе бушевала Вторая мировая война, и там через германских нацистов проталкивалась вот эта идея превосходства белой расы, на вершине которой стоят немцы, то и милитаристская Япония делала в своей пропаганде нечто подобное в азиатской части земного шара. И вдруг через почти 80 лет после Второй мировой войны глава внешнеполитического ведомства Китая заговорил на эту тему. На самом деле он формально прав. Я помню один фильм, не помню название, американская кинокомедия. Там два следователя американца. Один белый американец, а второй американец японского происхождения. Вот они расследуют какое-то там дело, арестовывают одного американца корейского происхождения. И вот этот белый американец говорит своему напарнику, да проси его. И на что американцы японского происхождения говорят, вообще-то японский язык и корейский язык это разные. Поэтому министр иностранных дел Китая не случайно заговорил на эту тему. Вообще есть такое понятие в политологии конфуцианские нации, конфуцианская цивилизация. Это Китай, Корея, Япония. И это мощнейшие, конечно, экономические державы. Вот, кстати, если взять Дальний Восток Российской Федерации, они уже давно, несколько десятков лет больше живут в орбите многочисленных межхозяйственных, там, двусторонних экономических связей именно с этими тремя странами. Китай, Япония и Корея. Хасанжамар Тукаев поручил создать комиссию по расследованию причин происшествия на Атыраусском НПЗ и Мангистаусском атомном энергетическом комбинате. По предварительным данным, нефтезавод остановился в результате отключения одного из энергоблоков Мангистаусского атомного энергетического комбината. Вы знаете, очень печальная такая информация, тревожная, на мой взгляд, информация, потому что к инфляции, к многочисленным социальным, экономическим проблемам, которые как снежный ком нарастают, да, вот это известие о том, что три НПЗ фактически встали, да, в один день. Было такое. И вспомните наш последний новостной блог, где мы говорили о том, что отопительный сезон провален, особенно после печально известного совещания, на котором Алихан Смаилов, премьер-министр Республики Казахстан, фактически это признал. И если теперь осенью возникнет вот этот топливный еще кризис, вы представьте цифры, да, нам нужно 5 миллионов 800 тысяч тонн дизельного топлива. Причем 800 тысяч тонн дизельного топлива мы будем закупать в Российской Федерации. А если мы не закупим, мы не соберем урожай. Вы понимаете, да, какая складывается ситуация? Вот, поэтому я слышал такую информацию, что дали задание расследовать не какой-то межправительственной комиссии, там, экспертам, а спецслужбам. Задумайтесь на минутку. Надо провести серьезное, на самом деле, журналистское расследование на тему. Это намеренно делается? Это диверсия вообще против президента страны и против народа и государства? Или это результат головотяпства, некомпетентности? Ну, тогда надо менять людей в центре и на местах. Я имею в виду те, которые работают в государственном опоруке и которые несут прямую функциональную ответственность за свою работу. Касымжимар Токаев дал год Женису Касымбеку Акиму Астаны на улучшение ситуации в Астане. Президент подчеркнул, что Астана должна в полной мере соответствовать статусу главного города страны. В этих целях необходимо срочно внести соответствующие поправки в закон о статусе столицы Республики Казахстан, заявил Касымжимар Токаев. Я хотел бы подробнее остановиться на этой теме и еще процитировать. Вот смотрите, глава государства сказал о том, что нужно принять действенные меры для формирования единого архитектурного облика столицы. Разработанный единый дизайн-код города на деле стал формальным документом. То есть глава государства констатирует факт. Важнейший документ принятый когда-то, но он превратился в формальный. Строящиеся объекты не гармонируют друг с другом. Нет единого стиля, присутствует эклектика. Дорогие телезрители, вы помните, вы все это в открытом доступе, вы можете найти. Мы неоднократно поднимали эти вопросы. Я лично ходил на митинги, выступал против многочисленных этих незаконных точечных застроек. Есть факты и достаточно много. Когда без всяких разрешительных документов, там вот за Талдыколем, целый громадный коттеджный поселок построен. Очень много зданий были построены в нарушении даже санитарных норм. Когда лепят вот эти здания, вот эти коробки невыразительные, прям рядом. Есть факты, когда должна была строиться там детская спортивная школа или детские сады, и нет, опять идут застройки, жилье, жилье, жилье. Причем часто некачественное. И с этой точки зрения критики достаточно много. Вот год работы, как вы считаете, этого достаточно, а кем мог, чтобы исправить? На мой взгляд, на мой взгляд, нет. Знаете почему? Потому что Женесу Косымбеку придется исправлять очень много из того, что сделали предыдущие 11 Акимов в нашей столице. Я недавно смотрел интервью, очень интересное, которое Аким в столице дал известному нашему журналисту, пожалуй, журналист номер один сейчас, Асхату Ниязову. Очень интересное интервью. И там, когда журналист задает вопросы Акимова, вот эти здания, эти, и прямо конкретно показывает, что они на самом деле портят облик города. Ответ был один, что все, квартиры куплены, деньги заплачены, и все. Но мы же знаем факты в той же Алма-Ате, где, несмотря на то, что здания построены, просто волевым решением сносятся эти здания. Все незаконные, без разрешительных документов надо снести. Один раз делать, второй раз, и никогда уже нечестивые предприниматели, особенно и строительные компании, не будут этим заниматься. Еще хотел бы процитировать главу государства. Вы посмотрите, как застраивается аллея Манжелдек, которая по замыслу должна была стать одной из визитных карточек столицы. В реальности мы получили две убогие улицы с бескусными кричащими фасадами, грязь повсюду, высохшие прутики вместо деревьев и массу проблем с инженерной инфраструктурой. Вдобавок ко всему, единственный сквер, катастрофическая нехватка у нас скверов, об этом все жители говорят. Единственный сквер на этой аллее отвели частной компанией под возведение чего? Угадайте с трех раз. Жилья, конечно, это абсолютно неприемлемо, глава государства говорит. «Поручаю вернуть предусмотренные генеральным планом скверы и срочно заняться системным развитием аллеи Манжелдек». Вы знаете, вот читаешь это, думаешь, господин, что происходит? Это же прямая функциональная обязанность Акима, в данном случае предыдущего, прямая его обязанность. И вот прошло столько времени, более трех лет, ну с 19-го, почти четыре года, глава государства поручает вернуть все обратно, то есть то, чем должен заниматься Аким. По закону, по нормативным правовым актам, в конце концов, это его долг, как гражданина страны, я уж там уже опускаю его должность, Акима столицы. Еще президент отметил, что обращает особое внимание на озеленение Астаны и обустройство столицы парков и скверов. Это касается не только Астаны, но всех областных центров. По его словам, неконтролируемая форсированная застройка, погоня за большими объемами и непродуманные решения привели к дефициту жизненно важной инфраструктуры. Это еще аукнется нам, и очень сильно. Причиной подобного плачевного результата стали либо вопиющая некомпетентность, либо корыстные побуждения ответственных руководителей. Я думаю, здесь корыстные побуждения, конечно, на первом месте стоят. Ну, а вопиющая компетентность, она уже автоматом пристегивается, в первооснове вообще как таковой. Я сам живу, например, на правом берегу, и там какой-то естественный город, если уж на то пошло. Левый берег просто невозможно пройтись по левому берегу. Очень многие, прям целые кварталы, дома огорожены неприступными железными заборами, шлагбаумами и так далее. Вот чем надо заняться сейчас, на мой взгляд, Акиму. Мы должны превратить город, столицу нашу, просто в цивилизованный, крупный населенный пункт. Это конгломерат каких-то непроходимых крепостей, как в средние века. В общем, работа не в проворот. И, ну, Женя Соксамбека я давно знаю, желаю ему успехов. Год будет очень тяжелым. Очередное трагическое ДТП произошло в Казахстане на трассе Алматы-Оскемен. В Житусской области 20-летний водитель БМВ, не справившись с управлением, опрокинулся. На месте погибла 20-летняя девушка. Предположительная авария произошла из-за неудовлетворительного технического состояния автомобиля. Из-за разгерметизации колесо вырвало от остового машины. БМВД обратились к водителям с просьбой внимательно следить за техническим состоянием своих автомобилей. Напомню, что в соответствии с законом о дорожном движении, от прохождения обязательного ежегодного технического осмотра освобождены только новые некоммерческие легковые автомобили. Их возраст не должен превышать 7 лет с момента производства, независимо от времени постановки на учет. Все остальные автомобили должны проходить технический осмотр ежегодно. Уважаемые телезрители, вы уже привыкли. Мы в каждом новостном блоке вот эту нашу ДТП-шную автомобильную войну, которая происходит на территории Казахстана, всегда освещаем. Мы много говорили о низкой культуре вождения, о массе других факторов, которые способствуют тому, что за три года последних 6,5 тысяч граждан Казахстана погибло на дорогах. Вот вам еще один фактор. Техническое состояние машины. Представляете, машина едет и вдруг колесо вырывает. В результате ДТП 20-летняя девушка погибла. Я как-то спросил нескольких водителей, вообще как обстоит дело с техосмотром. Помню, в Советском Союзе такая большая проблема пройти техосмотр, потому что за этим делом контроль был невероятный. Ответ, вернее ответы водителя меня поразили. Все хором сказали, да, сейчас можно купить все, что угодно. Пошел, заплатил, у тебя прошел техосмотр. Вот он прошел техосмотр. Чем закончилось ДТП? Смертью очередной. На деньги, изъятые у коррупционеров, в этом году в Казахстане откроют более 60 школ. В начале сентября президент Казахстана, выступая с посланием к народу страны, заявил, что отсуженные у коррупционеров средства должны тратиться на строительство новых учреждений образования. Все это, конечно, через призму справедливости как таковой правильно все делается. Тем более глава государства к посланию своем обозначил, как и каким образом будут расходоваться средства, которые изъяли у коррупционеров. Тем не менее, возникает вопрос. У нас есть Конституция, основной закон. Всеобщее среднее образование – это вообще обязанность государства. И все школы, государственные детские сады, они должны финансироваться, субсидироваться. Откуда? Да, из государственного бюджета. Поэтому надо, на мой взгляд, еще рассмотреть вопрос, чтобы деньги коррупционеров, они шли сразу прямым назначением на поддержку многодетных матерей. У нас их почти 500 тысяч в стране. У нас есть миллион бедных детей. Это официально, вы понимаете? Есть сотни тысяч безработных. Надо, может быть, увеличить пособие по безработице. Одним словом, здесь есть над чем подумать. Блогер из Астаны Глеб Пономарев устроил социальный эксперимент, чтобы выяснить, можно ли прожить на минимальную зарплату в 70 тысяч тенге. Через неделю после начала эксперимента он заявил, что это не жизнь, а выживание. Плюсами эксперимента блогер назвал отказ от фастфуда и алкоголя. Очень интересный эксперимент сделал Глеб Пономарев, блогер. Вы знаете, я приглашаю его в студию Иртезбаев Live порассуждать на эту тему. То, что он отказался от фастфуда и алкоголя, это, конечно, здорово. Это очень хороший шаг. В общем, приглашаю. Заодно обсудим книгу Поля Брега «Чудо голодания». На этом у нас все. Спасибо, что были с нами. И до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...